МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала Регион-12, информационная программа 12 новостей республики. Интернет-версия нашей программы на сайте tvregion12.ru В студии Виталий Рыжков. Во Всероссийский день лицеиста, который отмечается сегодня, особое внимание профильным образовательным учреждениям. Лицей имени Ломоносова на протяжении нескольких лет входит в топ-500 лучших школ России, а поступаемость выпускников лицея в высшие учебные заведения в прошлом году достигла 100%. В чем секрет качественной школьной подготовки? Подробности в следующем сюжете. В среднем на 10 пунктов выше общереспубликанских показателей. Такими результатами ежегодно хвастается лицей имени Ломоносова по среднему баллу сдачи единого государственного экзамена не только по обязательным, но и профильным предметам. Так, за последние 4 года 13 выпускников лицея имени Ломоносова заработали высшие результаты по ЕГЭ, а именно 100 баллов. Впрочем, по словам самих учителей, подготовка к выпускным и вступительным экзаменам, а как следствие к поступлению, начинается еще в начальной школе. Дело в том, что у нас и технологии образования, которые мы используем, они, в общем-то, мы стараемся придерживаться всех новых тенденций, которые в образовании существуют, но мы всегда стараемся что-то усовершенствовать, то есть внести какие-то новшества, чтобы нашим детям было интересно учиться. Это, в первую очередь, касается не только урочной деятельности, но и неурочной. То есть мы расширяем неурочную деятельность, создаем такое образовательное пространство, которое перемешивается урочно и неурочно, и ребенок получает образование в течение всего дня, который находится в школе. А дети у нас находятся где-то часов до 4-5 в школе. То есть у нас идет такая связь дополнительного образования и основного образования. То есть вот здесь мы ищем новые формы. В отличие от многих других общеобразовательных учреждений республики, профильное изучение предметов начинается здесь с первого класса. С английским языком, информатикой, математикой дети начинают знакомиться, только переступив порог школы. С пятого класса добавляется изучение второго иностранного языка, профильное же обучение отводится старшим классам. Вообще лицей – это звание, которое нужно не просто так присваиваться школе. Это значит, что есть углубленное изучение предметов. В частности, в лицее Ломоносова это физико-математическое направление, общественно-политическое направление, физико-математическое, биолого-химическое. То есть здесь направлений очень много. И лицей еще славится тем, что здесь очень хорошо поставлено преподавание иностранных языков. Он всегда был даже сначала как гуманитарный, но теперь это многопрофильный. Так, основными своими достижениями лицей выделяют включение в национальный реестр ведущие образовательные учреждения России, причем дважды. А также в число победителей всероссийского конкурса 500 лучших школ России. Я посетил лицей, посмотрел, насколько эффективно преподают, насколько эффективно готовят нам людей с высокими морально-деловыми качествами, какой коллектив, какие проблемы в коллективе. Но самое главное – посмотрел материно-техническую базу. Потому что с каждым годом мы выделяем средства все больше и больше для того, чтобы школы наши привести к, скажем так, европейскому уровню. Смотрите, даже в глубинке мы строим школы, за которые нам не просто не стыдно, а мы гордимся, что они у нас есть. Это очень хорошо. Лицей Ломоносова – это учебное звение, куда все стремятся. Потому что хорошее знание дают. Дети профессиональными выходят, знающими. Это очень хорошо. Мы будем поддерживать такую практику, что правительство напрямую управляется образовательными учреждениями. Лицей имени Ломоносова упрощает и жизнь родителей. Обеспеченность учебниками всех учеников здесь стопроцентная. Несмотря на то, что само здание школы построено в 1938 году, в последнее время здесь усовершенствована и материально-техническая база. Полностью отремонтирована столовая, создан малый спортзал. Отлично подходящий для спортивных факультативов. Абсолютно все кабинеты оснащены интерактивным компьютерным оборудованием. Впрочем, самую главную оценку этого лицея дают сами ученики. После окончания основных уроков ребята не торопятся домой, выбирая кружки и факультативы по своим интересам, посвящая свое детство не современным гаджетам, а самообразованию самых первых классов своего школьного обучения. Жители Мариэл могут напрямую обратиться к депутатам Госдумы. В период осенней сессии каждая последняя неделя месяца для депутатов является региональной. В это время представители Госдумы ведут прием населения на местах. Первая региональная неделя для недавно избранных депутатов стартует с 24 октября. Так, Светлана Солнцева, представитель в Госдуме от Мариэл, планирует провести личный прием граждан в Ешкороле уже 27 октября. Стоит отметить, что в новом составе Госдума работает около двух недель. Сейчас завершается организационный период, проходят заседания комитетов, а также парламентские слушания. Напомню, Светлана Солнцева вошла в состав комитета по образованию и науке. Всего в нем 20 депутатов. Нашему телеканалу удалось буквально из первых уст узнать, какие важные решения в сфере образования и науки могут быть приняты в ближайшее время. Прошло уже первое заседание, и это первое заседание у нас прошло с участием министра образования и науки Российской Федерации Васильевой Ольги Юрьевной. Если сказать в двух словах, то это касается и дошкольного образования, и среднего образования, и высшего образования. Это касается заработной платы. То есть здесь нужно пересмотреть базовую часть педагогических работников и стимулирующую часть. То есть базовая часть, как она отметила, должна быть не меньше 70%, а стимулирующая часть 30%, чтобы не было вот такой вот разницы между субъектами Российской Федерации. И, конечно же, основной вопрос, который нужно будет поддержать, это правильно, касающийся педагогов, учителей и часть инженерных специальностей. Это бакалавриат перевести в специалитет, потому что за 4 года обучения из педвузов выходят, скажем, ну, вроде как бы и не специалист, и не учитель, вроде и не законченное как бы высшее образование, а именно должен быть специалитет. Сегодня состоялось второе заседание Госдумы. Посещаемость высокая. Стоит отметить, что в этом созыве особо пристально будут наблюдать за дисциплиной среди депутатов. Они уже не имеют права передачи своего голоса коллегам, как это было раньше. Как отметила Светлана Солнцева, это очень важно, поскольку каждый депутат должен лично нести ответственность за свой голос. Напомню, представители от МРИЭЛ вошли в следующие комитеты Госдумы. Виктор Кидяев – комитет по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Светлана Солнцева – комитет по образованию и науке. Сергей Казанков – комитет по бюджету. В течение нескольких лет к ряду в МРИЭЛ регистрируется естественный прирост населения. Причем, по данным арестата, за 8 месяцев текущего года число родившихся превысило число умерших почти на 8%. Тогда как за аналогичный период года прошлого этот показатель составил всего 2,3%. Величина естественного прироста составила 470 человек. Число родившихся в 2016 по сравнению с январем-агустом 2015 года увеличилось на 0,1%. Число умерших уменьшилось на 5%. В то же время жителям МРИЭЛ меньше женятся и больше разводятся. Увы, но число молодоженов, зарегистрировавших свое отношение, в этом году снизилось сразу на 21%. При этом на 100 браков в нашей республике сегодня приходится 64 развода. То есть разводится больше половины всех пар. Тогда как в 2015 распадалось ровно 50% браков. От них не ускользнет ни одна деталь. Криминалисты Следственного комитета сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Эта служба была создана в структуре органов прокуратуры в 1954 году. Но после образования Следственного комитета в 2007 перешла под его крыло. Работа криминалистов-детектив в реальности – помогать в расследовании тяжелых, неочевидных преступлений, когда преступник не найден по горячим следам. Поэтому в их артенале необычное оборудование, помогающее найти даже тщательные скрытые улики. Это ультрафиолетовые осветители, экспресс-тесты, металлоискатели, магнитные подъемники и не только. Сам из себя источник экспертного цвета представляет вот такую трубу. В принципе, он работает в разных диапазонах. Можно, в принципе, посмотреть его работу. То есть вот мы вводим лучи в разных спектрах, на разных поверхностях, в зависимости от цвета. И появляем те или иные цветы. Видно, что есть блики. Как бы преступники ни старались, следы всегда остаются на месте происшествия. То есть тут необходимо просто стараться их искать и найти. Именно криминалистам нередко приходится расследовать так называемые глухари, нераскрытые дела прошлых лет. Всего в Следственном комитете Республики Мариэл сегодня работают шесть специалистов. Три старших следователя криминалиста с трудовым стажем более 10 лет и два эксперта. И только за прошлый год, благодаря именно их работе, было раскрыто более 100 убийств. Медведевский район Мариэл в очередной раз заявил о себе на федеральном уровне. 19 золотых и 3 серебряных медалей по итогам 18-й Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень», проходившей в Москве, получили представители района за реализацию различных проектов по социально-экономическому развитию села. На вручение и наград побывала наша съемочная группа. Медведевский район получил золотую медаль за эффективное управление развитием сельских территорий. Признание на всероссийском уровне район получил за успешную реализацию республиканских и федеральных проектов по социально-экономическому развитию села. Подобные проекты привлекают инвестиции, создают рабочие места и обеспечивают налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Яркий пример – проект по строительству птицекомплекса в поселке Юбилейный. Первый этап завершен на отведенной территории, теперь есть вся инфраструктура, проложены необходимые для работы и жизни людей сети, на очереди строительство жилых домов для работников. В процессе этой работы мы попали в федеральную программу устойчивого развития сельских территорий на территорию юбилейного сельского поселения. Программа федеральная, там планируется открытие убойного цеха птицефабрики на количество рабочих 500. И под эту программу мы планируем там развитие, я скажу, что еще одного поселка, такого как Юбилейный. Там будет порядка 600 домов личных, 8 многоквартирных, пристрой к школе, современный стадион, пристрой к больнице. То есть это будет законченный объект со своей совершенной инфраструктурой. За реализацию этого проекта юбилейное сельское поселение было удостоено серебряной медали. Аналогичной наградой досталась и администрации Нурминского сельского поселения. По инициативе местных жителей сразу в нескольких населенных пунктах появились детские городки, полностью отвечающие современным требованиям. На будущий год значительное преобразование коснутся еще нескольких сельских поселений, в частности Кузнецовского. Диспансеризация или начинаем следить за здоровьем. В МРИЭЛ продолжается добровольное медицинское обследование взрослого населения. Оно идет по всей стране уже четвертый год, но многие до сих пор не знают, что обследоваться можно за один день и бесплатно. Подробности в нашем материале. Несколько минут ожидания в регистраторе и пациент, решивший пройти диспансеризацию, уже оказывается у специализированного кабинета. Борису Андрианову 81 год исполнился. Он прикреплен по месту жительства к городской поликлинике номер один и попадает в те 11 тысяч жителей заречной части Йошкаралы, которые могут пройти в этом году обследование. Узнаются новые болезни, а у нас, как обычно, вот, например, с клюшкой хожу, новые болезни еще прибавилось ко всем остальным. Так что здесь очень помогают. Вопросы специалиста доврачебного кабинета помогут составить портрет здоровья. Здесь же определяют ваш рост и вес, измерят давление. И уже после выдадут направление на необходимое обследование. Дело минутное, никаких очередей. Ежедневно с 8 утра и до 18. Без дополнительной записи и один раз в выходную субботу пациентов ждут в поликлиниках республики. Дополнительной диспансеризации подлежат в этом году следующие возрастные категории. Начиная с 1995, потом 1992, 1989 и так далее с периодичностью в три года. Нужно иметь при себе паспорт и полис. Двух визитов в свою поликлинику будет достаточно, чтобы узнать о своем здоровье. Первый прием вмещает максимальное количество исследований. Их перечень зависит от возраста и пола, а также из определившихся факторов риска. В обязательный список входит ряд узких специалистов, а также анализы, флюорография, ЭКГ. Женщинам назначат маммографию. Достаточно трех показателей, которые позволят врачу уверенно говорить о состоянии здоровья пациента. Это уровень артериального давления, глюкозы и холестерина. Все обследования абсолютно бесплатные. Приглашают участковые врачи, участковые медсестры. У нас везде объявления есть, что это можно прийти к нам сюда, в доврачебный кабинет, к участковому врачу, обратиться в регистратуру. Руководители организации предприятий также должны быть заинтересованы в здоровье своих сотрудников и создавать условия им для прохождения диспансеризации. Именно хронические неинфекционные заболевания являются причинами смертности и инвалидности населения региона. Многие молодые люди уверены, что заболевания той же сердечно-сосудистой системы присущи только людям пожилого возраста. К сожалению, статистика последних лет упорно доказывает обратное. Инфаркты миокарда и инсульты стремительно молодеют. И причина тому – курение, малоподвижный образ жизни и избыточный вес. За 9 месяцев этого года в Мариел из 69 тысяч обследованного населения. 20% направлено на дополнительное углубленное обследование. Чтобы информирование жителей Мариел шло активнее, на помощь медработникам пришли страховые представители. Сейчас в качестве пилотного проекта они работают с пациентами поликлиники номер один. С 2017 года трудиться будут повсеместно. Страховые представители как раз занимаются информированием граждан о необходимости проведения диспансеризации. Это информирование проходит как в индивидуальном порядке, то есть это рассылка, писем, обзвон граждан, застрахованных данной страховой медицинской организации. На сегодняшний день Россия – одна из немногих стран, в которых проводится столь масштабное и бесплатное обследование населения. Но даже если в этом году вы не попадаете под категорию, в которой доступно добровольное медицинское обследование, врачи предложат альтернативу в виде профилактического осмотра, содержание которого практически не отличается от диспансеризации. До конца октября погода в Мариел особо не изменится. По предварительным прогнозам температура воздуха останется на уровне от 0 до 5 градусов тепла. Еще как минимум две недели погода будет управлять скандинавский антициклон, поэтому атмосферное давление останется слегка повышенным. Кроме того, через Волговецкие регионы по Ложье будут проходить фронты холодной североуральской ложбины. В результате сохранится вероятность небольших осадков в виде дождя и мокрого снега. Но снежный покров, скорее всего, пока не установится. Тем не менее, водителям стоит помнить, что уже пора переходить на зимнюю резину. С начала прошлой недели среднесуточная температура в республике ненамного превышает нулевые значения. По ночам отмечаются заморозки. Информационная программа «12 новостей республики» продолжается. Выпуски Мариал ТВ смотрите в полседьмого утра. Интернет-версия на сайте tvregion12.ru, а также на нашем ютуб-канале и группах tvregion12 в социальных сетях. В студии был Виталий Рыжков. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова